Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас 6 сентября 2016 года, вторник. Продолжаем нашу работу в эфире видеопортала трейдеров Ytrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев и я начинаю программу «Торговый план». Давайте посмотрим на вчерашний день, как мы завершили его. Можно назвать день очень хорошим. По всем показателям основным, которые мы отсматриваем, мы укрепились. Индекс МФБ вырос на 0,6%. Закрепились выше уровня 2017 пунктов. Показали индекс РТС 977 пунктов, плюс 0,7%. Доллар-рубль на томе вырос, укрепился рубль на 2 копейки. 65 рублей 7 копеек дают за 1 доллар. И евро-рубль также на томе 72 рубля 57 копеек дают за 1 евро. И укрепление рубля составило те же 2 копейки. Пусть не впечатляющие какие-то глобальные роста такие, но любой рост лучше любого убытка. Так что хороший день, мне понравилось вчера. Давайте обсудим, что вчера произошло. Понятно, что на следующий день обсуждать легче, когда уже все понятно, но тоже есть споры. Я, например, с удивлением обнаруживаю, что не все согласны с трактовкой событий вчерашнего дня. Итак, вчера азиатская сессия, мы видим, подросла. Она подросла на заявление о том, что Россия и Саудовская Аравия нашли общий язык и, может быть, будет заморозка. После этого остановились, в общем-то, так сказать, общее движение было такое потихоньку. Но когда открывается утренняя сессия, резкий рост. И вот здесь 10-15, друзья, это было сообщение о взрывах в Сирии. Поэтому больше, чем дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке, сейчас ничто ситуацию не меняет по фундаментальному фактору. Не надо себя обманывать, не надо придумывать. Вот 10-15 шарахнуло и 3 часа рост. С открытия, давайте посмотрим, 46-72. Потихонечку болтались на уровне азиатской сессии. Вернее, конца пятничной сессии, азиатской сессии. Вот здесь мы болтались в этих диапазонах. И в 10-15 понеслась рост резкий до 49-38. После этого пошло снижение, когда выяснилось, что продолжения банкета не будет, пошел резкий откат. И закрылись мы на, в общем-то, неплохом уровне по нашим временам, 47-57. На мой взгляд, сегодня боковик. До американцев, может быть, ничего особо не будет происходить, если ничего не произойдет нового. В трех горячих точках. Сирия, в ситуации вокруг спорных проблем, так назовем, условно, широко и безопасно. То есть, в ситуации, связанные с Сирией, Крымом и Донбассом. Но вчера было, конечно, впечатляюще. Многие здесь заработали. Николай Андреевич вчера сделал 28% за час и сказал, что все, на неделю торговать останавливается. Даже за полчаса он сделал. В 10-30 в понедельник человек объявляет, что я останавливаюсь торговать, потому что недельная норма выполнена. Но он еще в пятницу взял, он на пятничном движении почувствовал, так сказать, предвидел и взял здесь в покупку. И поэтому на открытии в понедельник я хорошо заработал. Все, друзья. По еврику. Еврик стоит. Золото стоит. Такой середины диапазона везде. Ничего существенного ниже. Вчера Америка отдыхала, поэтому это неудивительно. Коротко, коллеги, по другим новостям. Ну, прежде всего, сейчас рынок 47,84. То есть на открытии будет рост центов 27, что тоже хорошо. Какие новости могут повлиять на рынок? Есть некоторые дестабилизирующие факторы. Мы их обсуждаем прежде всего, потому что они несут в себе риск и тенденцию к росту волатильности. Не потому, что мы любим плохие новости. Нет, они просто больше всего влияют на рынок. ФБР заподозрила Россию в планах подорвать доверие граждан США к выборам. Это сообщение в Washington Post очень серьезное, парни. Потому что в США наказание за попытку влиять на выборы, оно одинаковое. Там пожизненное заключение. Поэтому, если кто-то из хакеров действительно взламывал сервера в Аризоне, в Иллинойсе или почту Хиллари Клинта, лучше сидите и молчите. Потому что, если объявят в розыск, мало кто понимает, что розыск по системе Интерпола означает охоту не только за человеком, за ближайшими родственниками. И поэтому отслеживают всех. Дети, братья, родители. Даже на святое, на тещу могут покуситься. Выкрасть где-нибудь в Таиланде и все. Поэтому, как-то все так легкомысленно. Да, что мне будет там? Это всех родственников сразу вы подставляете. Поэтому, товарищи хакеры, кто если влезал на самом деле, сидите тихо. Никому, никакой бравады. А то сейчас возьмутся, это уже понятно. Раз ФБР официально объявила, значит, они уже начали дело. Далее, друзья, усложняется ситуация на границе с Украиной, конечно. Министр обороны Украины, глава генштаба Украины, генерал армии Виктор Муженко сообщил, что создан резерв 85 тысяч человек для противостояния российской агрессии. То есть, они же упрямо называют причину подготовка к войне с Россией. Такого никогда не было. Прямое название причины не было. Это резкое. Такое впечатление, что все готовятся во всех трех точках. Комитет Европарламента говорит, усложняется отношение вокруг России, надо вводить безвизовый режим с Грузией, если что, чтобы напрямую в Грузию без всяких виз скатались все, кому надо. И да, и ввели вчера, комитет Европарламента проголосовал. Но это, считаю, автоматически никто спорить не будет. Интересная ситуация вокруг Вымпелкома, друзья. Михаил Слободин, его обвинили во взятках бывшим чиновникам Коми, уехал за границу и уволился. Опаньки, а что у нас с Вымпелкомом теперь? А там много чего торгуется. Так что смотрите, это интересная торговая идея. Друзья, СОГАЗ увеличил перестраховочные премии в 15 раз из-за Керченского моста. По СОГАЗу тоже интересная торговая идея. Стильно упал объем клиентских средств на счетах Московской биржи в августе на 15%. Упал по сравнению с июлем. Я думаю, что это все сезонное, поэтому будет нарастание. Но в любом случае, сейчас конкретно такие глобальные какие-то операции, может быть, еще не время. Надо, может быть, подождать пару недель, пока деньги вернутся. Далее, друзья, Левада-центр признан иностранным агентом. А мы вчера читали, что они объявили о том, что популярность Единой России 31%. Естественно, им тут же через несколько часов вы выкатили. Сергей Шишкин, трейдер из Москвы. Поздравляем с днем рождения. Серега, активный торговый участник рынка золота. Так держать. Молодец. Счастье, здоровье. Семье. Семьи нет, сори. Значит, родителям, значит, самому и успехам в бизнесе. Далее, друзья. Экономические индикаторы. Ну, к жизни мы возвращаемся, много чего есть. Значит, по Австралии, друзья, было полтора процента ставка, осталось полтора. В 17.00 индекс деловой активности в непроизводственном секторе PMI. Ну, и, в общем-то, пожалуй, ничего. Вот эти два индикатора я бы посмотрел. А, еще ВВП Европы в 12.00. Тоже можно посмотреть на эти два индикатора. Но самое главное, коллеги, в Америке праздник закончился, они возвращаются. Анатолий Оренбург, а при чем тут родственники, откуда сведения про родственников? Откройте страничку Интерпола, друзья. Почитайте внимательно условия объявления в розыск через Интерпол, через официальную программу Интерпола, вам все станет понятно. Ну, фу-фу-фу-фу. Надеюсь, вам никому не понадобится, парни. Поосторожнее. В жизни надо быть осторожнее. Ни с кем ссориться нельзя никогда в жизни. Тем более, из-за чего. Господи, выборы. Пусть сами разбираются со своими выборами. Buy Sell. Ну, Глага пишет. Вот один спалился. Анатолий Оренбург, а почему вы так забеспокоились-то? Вы-то каким боком хакером? Вы с нами, у вас алиби, вы с нами 9 часов в день работаете. Когда вам хакерствовать некогда? Все, друзья. Нефть марки Brent. Buy сегодня. Ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Коллеги, остальное время ведущий пел песню Лайла, чтобы поднять цену на нефть на самом деле наверх. Но, я бы так и сделал, но у нас сегодня вторник, значит, наши коллеги по торгующие опционами на московской бирже будут сейчас с нами, и мы это не можем пропустить. Поэтому песня отменяется. Илья Коровин, трейдер, управляющий активами из Калининграда. Доброе утро. Доброе утро. Приветствуем вас. Доброе утро, да. Начинаем на мем-наме утро с песни. Да, это песня на лонг нефти. Да, это всегда приятно. Такой позитив с утра. Так, ну давайте посмотрим, что у нас там происходит. Давайте. Надеемся тоже на позитив. Да, у нас, в общем-то, рубль-доллар, несмотря на нефть, стоит фактически на месте. Все эти колебания несущественные, которые мы наблюдаем, роста не происходит. Ну, распадаются зато края. Сейчас покажу. Так вроде видно должно быть, да? Да, видно. Вот такая уже привычная для нас конструкция. Ничего не особо не меняется. Вот мы сейчас в этой точке находимся. Ну, плюсанули мы за неделю за счет распада тысяч на 70. Вот имеем сейчас 378 тысяч прибыли вот этой временной. Ну, на экспирацию 373. То есть, в принципе, мы сейчас, если в этой точке будем экспирироваться, а экспирация через неделю и два дня, то будет 370. Если рынок будет падать, у нас несколько снижается прибыль до 290 в самой худшей точке. Но если расти будем, то будет прибыль расти. Дельта сейчас по конструкции где-то 55. Но, де-факто, у нас 70 контрактов наверх получается. Калами 64-ми. То есть, 100 куплено и 30 в ячей продано. Ну, поскольку уже на экспирацию мы потихонечку начинаем приземляться, надо уже как-то подумать о защите этой прибыли. И поэтому я предлагаю где-то еще в ячей 30 на текущих ценах продать, чтобы у нас дельта вверх сохранялась, но была поменьше. То есть, в случае роста мы по-прежнему будем плюсовать от этих цен. Но в случае падения, в общем, снижение счета будет не в 70 тысяч, а где-то в половину меньше. То есть, где-то 330 мы в любом случае таким образом уже сохраним. Но если все-таки к экспирации рост какой-то будет, на оставшиеся порядка 40 контрактах мы продолжим плюсовать. Поэтому продаем как бы 30. Ну, с опена я тут по вчерашнее закрытие сделаю. Вот так вот добавляем и смотрим. Вот так вот у нас выровнялась ситуация, то есть чуть-чуть плавнее стало. При падении 330 это низ теперь будет у нас по прибыли. При росте продолжаем плюсовать, но просто помедленнее. Вот все, что я предлагаю сделать. А так, в принципе, вот за 2 июня мы заработали больше 10% в квартфеле, а около 12% и практически 11 из этих процентов мы уже защитили. Дальше смотрим. Поняли вас. Спасибо большое, Илья. У меня вопрос по индексу МВБ. Пробили 2000 наверх, вчера закрепились. В общем-то так, достаточно, на мой взгляд, уверенно. Чего ждете, в принципе, по индексу МВБ, скажем, до конца сентября? Ну, я больше торгую РТСом, естественно. В принципе, эти два индекса практически напрямую связаны между собой через курс. Поэтому я больше за РТС скажу. Он достаточно уверенно и плотно идет наверх. И я думаю, что тысячу мы все-таки потестируем, скорее всего, круглую цифру. Не исключаю, что пойдем и дальше. И, в общем-то, конечно, все очень боятся выборов сейчас. И считают, что после них и рубль отпустят, и индексы развернутся. Но поскольку этого ждут практически все, я думаю, что будет все намного хитрее. Либо мы вообще не пойдем, либо мы перед этим заходом вниз еще можем существенно пробить крышку рынка и сорвать всех этих шартистов сейчас, которые открывались. Поэтому вот по индексу РТС кругленькая цифра 100 тысяч, она, наверное, манит все-таки сейчас цены, рынок. И, наверное, мы все-таки ее потестируем, пропьем, и там будем смотреть, что будет дальше. Может быть, тренды ускорятся наверх. Я не исключаю такого сценария. А может, действительно, стопы сорвут и развернемся мы уже после выбора. Как всегда, либо в них, внутри вот этой вот круглой цифры, я думаю, она сработает. Понял вас, Илья. Хорошо, спасибо большое вам. Хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо вам. Взаимно торгуйте опционами. Спасибо. Друзья, с нами был Илья Коровин, трейдер и управляющий активами из Калининграда. Позиция чувствует себя прекрасно, доходность отличная. Ну и видение, что раз все ждут падения рубля и падения рынков после выборов, может быть, обернуться противоположной картиной. Я вполне допускаю. И, кстати, был бы очень рад этому обстоятельству. Действительно, как-то все абсолютно в один голос. Ну вот, до 18 сентября доживем, а там уже, ну мало ли, могут захотеть удерживать и потом, по любой причине. Давайте посмотрим. В таком случае, такой однозначности у меня нет. Хотя, ну понятно, вероятность этого высока. Тут себя обманывать не надо. Но прям продавать вот в понедельник, 19 сентября, все продавать на открытие, я бы не советовал. Давайте посмотрим. Могут захотеть и дальше поддержать. Осознание того, что сильный рубль основа экономики, оно уже приходит. Кстати говоря, даже в головах чиновников это уже проскакивает. Казалось бы, невероятно, но мысль появляется. Ну что, друзья, двигаемся дальше. Алексей Анохин, трейдер из Челябинска. Аптонный трейдер, как ваши дела? Доброе утро. Добрым утром. Все отлично. Так, давайте сразу включу. Время остается мало. Давайте посмотрим, что у вас нового. Так, сегодня мы позицию немножко изменим. То есть, выглядит она вот таким вот образом. В данный момент у нас есть накопленная прибыль. Там примерно полторы тысячи рублей. Мы роллируем нижний край и роллируем купленный путь. Мы берем, перекладываем 95 в 97 по текущим ценам. И откупаем 82 путы, проданные 17 штук по 20 пунктов. И продаем 90, продаем поближе. То есть, конструкция стала выглядеть вот таким вот образом. То есть, она, по сути, имеет такую же форму. Примерно та же прибыль выше 97, да, там 1400 рублей, почти полторы тысячи. Но с момента 97,5 все, что ниже, мы будем плюсовать. И вплоть до 90 у РТС у нас здесь максимальная прибыль около 9 тысяч рублей. Верхний край мы не трогаем. То есть, ну, чисто роллировали весь низ повыше. Так вот мы ее изменили. Ага, ага. Понял, понял. Алексей, вы на Фейсбуке новость о том, что в 50 градусах тепла должно быть в Челябинске. Состоялось? Это какой-то глюк был на Гизметео на сайте. Понятно. Я очень смеялся, думаю. Ну, я понимаю, что суровые мужики, но плюс 50 в сентябре, это так сильновато. Чайновата. Ясненько. Поняли вас, Алексей? Ну, рады, что вы выжили во всем этом катаклизме. Вам хорошего дня и удачи на рынке. До свидания. Всего доброго. Друзья, с нами был Алексей Анохин, трейдер из города Челябинска. Антонио, опционный трейдер из Москвы. Хотим узнать, как ваши дела, что происходит. Как ваши отличные дела. Так надо задавать вопрос опционщикам. Раз-раз. Доброе утро, Илья. Доброе. Демонстрирую экран, надеюсь, видно, да? Значит, за прошедшую неделю я завершил формирование новой своей позиции. Она уже на декабрьских опционах. Ну, в общем и целом, такой рейтинговый путь спрейд, который на текущих уровнях дает небольшую прибыль текущую. А при падении рынка, значит, прибыль здесь достаточно прилично растет. Значит, здесь край проданный 65-й на 350 опционах. Значит, хедерующую конструкцию я строил тут сначала на 95-х опционах. Но когда у нас рынок падал на прошлой неделе, я их уже успел частично закрыть. Уже на 92,5. То есть небольшое раллирование такое даже вот этих хедерующих опционов произвел. Таким образом, при дальнейшем росте, если будет рост, соответственно, потери на этих опционах будут меньше. Ну, в целом, конструкция, конечно, больше рассчитывает, что будет некая коррекция вниз. То есть я не могу угадать там, что будет. Действительно, вырастим мы, пойдем дальше, ставим не пойдем. Ну, в общем и целом, она дает умеренную прибыль. Вот когда на текущих уровнях, при небольшом росте. И хорошую прибыль, когда мы двигаемся вниз. Текущее состояние здесь вот сейчас вот плюс 18, ну, почти 19 тысяч, но это в пунктах. Вот сейчас что-то аналитик не показывает мне в рублях. Вот. Синяя линия, тут к экспирации, она вообще даже отрицательна. Несмотря на это, даже если мы останемся на текущих уровнях, эта конструкция, если закрытая, например, через месяц или через два, она все еще красная линия будет на синей. Поэтому здесь все равно будет плюс. Но зато, я говорю, опять же, при падении будет давать плюс гораздо больше. Вот. Вот. Значит, за прошедшую неделю, что произошло с моим ИИСом? Со счетом. Текущее состояние на вчера вот оно было 632 тысячи. Соотносительно предыдущего оно выросло. И в течение недели, в конце прошлой недели, когда вот у нас рынок был внизу, а потом пошел наверху, когда он был внизу, у меня, значит, текущая прибыль уже составляла более 100% годовых. Но вот, к сожалению, вчера у нас рынок вырос, а прибыль по позиции немножко упала. И таким образом опять текущая доходность составляет 97%. Никак не могу я поймать доходность 100%, чтобы она вот передача была. Ну, вот такие результаты. Ясненько. Поняли вас. Ну, Антонио, извиняемся, но мы не разделяем вашей грусти по поводу 97%. Это прекрасная доходность, мы вам всячески ее желаем. Вот. Поэтому давайте радоваться тому, что есть. Да, спасибо. Круглую цифру хочется достичь. Ну, желаем вам, конечно, успеха. Поймать этого 100%. Это напоминает мне этого ловца за желудем из ледникового периода. Антонио уже все, вот уже схватил почти 100%. Бах! Что-нибудь случается там. Или землетрясение, или еще что-нибудь. Ну, Антонио упорный человек. Я знаю, что он добьется. Добьется. Ждем. Ждем стопроцентной доходности от Антонио в ближайшее время. Спасибо, друзья. Поздравляю всех с прекрасными результатами. Дай бог, чтобы мы все зарабатывали, как наши коллеги-опционщики. Илья Коровин напоминает, что этого зверя из ледникового периода зовут Соблезубая Белка. Да? Кстати, вышел новый ледниковый период. Я так что-то и не посмотрю. Никак у меня руки не дойдут. Надо обязательно посмотреть. Все, друзья. Давайте посмотрим, как мы открылись. Только что рынок открылся. Давайте посмотрим на нефть. Минутный график. Давайте поставим на открытие. Давайте посмотрим, насколько я напел. О! Сегодня у меня хороший вокал. Значит, 47.57 мы открывались официально. Выстрелили на первой минуте на мировой рынок. Это азиатская сессия, друзья. Значит, во что мы ударились? 47.80, да? Ну и остановились, в общем-то, пока, да? Вчерашний абсолютно сценарий. Вчера, помните, до 10.15 ничего не происходило. Так потихонечку вверх карабкались. И только потом на новостях чего-то у нас стало происходить. Ну, смотрим дальше. Этот тренд восходящий можно, на мой взгляд, убрать уже. Он уже отработан. Ну, хотя давайте оставим. Здесь вот такая тревожная нотка появляется. Пробили восходящий тренд, ретест. И как бы нам тут не обвалиться. Сейчас вот сегодня ключевой. Оставим давайте это восходящий тренд. Сегодня ключевое такое понятие у нас. Мы или пробиваем наверх и уходим, и полностью тогда ликвидируем эту линию. А давайте ее сейчас ликвидируем, чтобы она нас не пугала и не смущала. А так, получается, ретест и уходим вниз. Тут тоже, кстати, вполне вероятно. Все многое зависит от поведения наших злейших друзей американцев. Ну что, друзья, спасибо всем большое за участие в сегодняшнем торговом плане. Подводим итоги. Мой взгляд, ну, скажем так, боковик с тенденцией к росту цены на нефть. Все-таки я думаю, что какой-то тренд у нас на этой недельке вчера был задан хороший. Ну, а тренды мгновенно не прекращаются. Надеемся, что сегодня хотя бы даже чисто, так сказать, по инерции вверх пройдем. Многое будет зависеть от американцев во второй половине дня. Монета показала бай, так что сегодня внимание, друзья, прежде всего на американские действия. А в целом в течение дня, на мой взгляд, умеренный рост и по нефти, и по российскому фондовому рынку, и по российскому рублю вполне возможен. Во всяком случае, нет новостей, которые бы резко, скажем, делали невозможным этот рост. Это уже само по себе хорошо. Всем удачи на рынке и хорошего настроения. Продолжение следует...